Девушки отдыхают У нас имеется два вида специалистов Это специалисты с высшим медицинским образованием дектора И специалисты со средним специальным образованием медицинским То есть это наши косметологи-эстетисты Каждый специалист должен иметь сертификат Срок его действия 5 лет И пациент косметологии вправе удостовериться в его наличии Специалисты высшего звена могут именоваться врачами-косметологами или дерматовенерологами Между специалистами с высшим и средним медицинским образованием обязанности разделяются Эстетисты могут выполнять только те манипуляции, которые предварительно назначил доктор. Это всегда речь идет о более поверхностном воздействии на кожу. И даже если это какие-то инъекционные процедуры, то это только именно после назначения доктора. Врачи делают более глубокие процедуры с повреждением кожных покровов, более глубокие серединные пилинги, лазерные процедуры с повреждением кожи. То есть эти процедуры требуют более глубокого знания анатомии и физиологии. Перед тем, как проходить любые процедуры, мы попадаем на первичный прием к доктору. Специалист должен завести амбулаторную карту, провести с клиентом подробную беседу. Потом заполняются всевозможные документы. В первую очередь договор на оказание услуг. С пациентом перед процедурой обязательно должно быть подписано информированное согласие, в котором прописаны все возможные последствия от синяков до каких-то, может быть, побочных действий от препарата, либо процедуры, если это идет речь об аппаратных процедурах. Договоры, сопутствующие согласия – очень важные документы, ведь многие косметологические процедуры могут иметь последствия. Не слишком приятные, но не опасные для здоровья. Например, синяки. Это естественные последствия от любых вмешательств, так называемых, агрессивных. То есть любые, например, лазерные процедуры, пилинги, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика. Ну, то есть это те процедуры, которые доктор делает с применением иглы. А вот гарантийного срока у процедур часто не бывает. Специалисты объясняют это тем, что все организмы разные. И на одну и ту же манипуляцию два разных человека могут отреагировать не одинаково. Поэтому очень важно при первичной консультации и осмотре максимально полно рассказать доктору об особенностях своего здоровья, принимаемых препаратах и заболеваниях. Но что солидная клиника точно должна предоставить, так это безопасность услуг. Мы гарантируем, что в наших стенах он не заразится никаким заболеванием, которое связано и передается, допустим, с кровью или с биологическими жидкостями. Мы гарантируем, что мы используем одноразовое оборудование, например, шприцы, иглы. То есть все, что вызывает повреждение кожных покровов. Мы гарантируем, что препараты, которые мы вводим пациенту, они имеют сертификат, они имеют медицинские, зарегистрированы на территории Российской Федерации надлежащим образом. У нас, например, всегда мы достаем обработанный стерильный лоток, показываем пациенту, вскрываем его на его глазах, ну и, соответственно, все остальные тоже. Особенно важно, чтобы при вас вскрыли препарат, дали посмотреть на упаковку и прочитать срок годности. А еще не лишним будет удостовериться, что все инструменты многоразового использования стерилизуются. Ну а если случилось так, что какая-то процедура причинила вред вашему здоровью, сначала необходимо заверить этот факт у врача, а потом писать претензию и нести ее в клинику. Но лучше все же с самого начала быть бдительным и выбирать проверенные лицензированные учреждения.